А теперь вернемся в зал суда. Представитель истца Анна Легостаева ухаживает за сыном-инвалидом и отстаивает в суде его права. Ответчик Елизавета Легостаева выходила замуж за преуспевающего бизнесмена и теперь не хочет мириться с тем, что положение мужа изменилось. Ваша честь, я являюсь представителем своего сына. У нас, Ваша честь, произошло несчастье. Мой сын попал в аварию. У него переломан позвоночник. Неизвестно, будет ли он ходить. Мы с ответчицей разговаривали. Она обещала, что разведется с моим сыном. Ну, а потом оказалось, что все это в раке. Да, так оно и было. Что, забыла? Что забыла? Ваша честь, Ваша честь, согласно брачному договору, который они составили перед свадьбой, в случае развода ответчица должна была ему выплатить, должна будет ему выплачивать ежемесячно 30 тысяч рублей. Ну, как алименты. Поскольку мой сын, да, он ее любил, может быть и любит. Но он очень предусмотрительный. Он прекрасно понимал, что она-то его не любит. Она моложе его... Ну, что? Вы не забывайте о том. Там такой маленький пунктик есть, где он должен мне, когда мы с ним поженились, мы вот этот договор заставили с ним брачный. А там написано, в этом пункте, что он мне должен квартиру купить. Он тебе ничего не должен. Ты уже сколько лет за его счет живешь. Хорошо, ничего не должен, но в этом договоре написано все. Ваша честь, ваша честь. Вот, ну и, значит, так давайте. Вот как он стал инвалидом. Она совершенно о нем не заботится. Неправда? Правда. Стала гулять, можно сказать, в открытую. Я сама лично видела, с какими-то волосатиками обжимаешься. Видела я это. Да что вы клевещете-то на меня? Приходит домой пьяная, растреканная. Сын, у него уже истерики начались. Я вот как мать просто не могу на это смотреть. Я не поняла. Простите, кто брак-то расторгает? Вы или ваш сын? Ну поймите. Нет, мне на вопросы ответьте. Все, что вы мне сейчас говорите. Нет, брак расторгает... Инициатор свекровь нашего развода, свекровь инициатор. Нет, ну потому что истец. Мне тогда сейчас придется приглашать вашего сына в судебное заседание. Потому что то, что вы говорите... Он инвалид, он не может. Да что вы ему инвалидность-то припекываете? Истец. Ну, значит, мы придем, будем опрашивать вашего сына. Понимаете, вы просто говорите о чем? А что я не могу на это смотреть? Так она не заботится о нем. Он же плачет. У него истерики начались, нервные срывы. Да если б не я, он бы вообще уже давно загнулся. У них еще один пункт есть в брачном договоре, что при разводе ему остается квартира и машина. А поскольку он инвалид, его бизнес обанкротился. А ей он купил модельное агентство. У нее есть дело. Он купил ей, потому что она бывшая модель. У нее есть откуда брать деньги. Я сама сейчас это тоже снимаю. Оно процветает. Процветает это агентство. Да какое модельное агентство он мне купил? Я сама плачу. Простите, пожалуйста. Если я вас правильно поняла, это что, в брачном договоре написано, что денежные вложения в организацию модельного агентства при расторжении брака как бы ответчик остается единоличным дольщиком этого агентства? Нет. А как тогда? Вот скажите мне, вы говорите, у ответчика есть модельное агентство. По условиям брачного договора оно остается ей, потому что мой сын вложил в него деньги. Теперь переведите мне на условия брачного договора. Что написано в брачном договоре? В брачном договоре написано, что имущество делится между супругами согласно тому, на кого оно зарегистрировано. А, понятно. То есть при расторжении брака собственностью супругов будет считаться то имущество, которое зарегистрировано на их имя. Из чего я должна сделать вывод, что ответчик будет единоличной собственностью, общество с ограниченной ответственностью. Совершенно верно. Я индивидуальный предприниматель. Я снимаю арендное помещение. Я сама за все плачу. Я сама еле как концы с концами свожу. Угу. Что? У меня нет таких денег, чтобы содержать своего мужа. Зато у тебя касатиков очень много. Помогут. Истец, истец, ответчик, скажите, пожалуйста, а вы на расторжение брака согласны или вы возражаете против расторжения? Я возражаю. Ни о каком браке расторжение идти не может. А почему? А как же? Я неудобно, извините. Истец. Дайте мне сказать, что вы все время лезете-то. Со мной разговаривайте. Я вам даю возможность говорить. Ваша честь, у меня такая ситуация. Этот мне семь лет морочил голову. Я на него свою красоту, молодость потратила. Ну, а что? Он не торопился на мне жениться. Ну, и через какое-то время мы с ним поженились и прожили вот четыре дня в браке. А потом это авария случилась. Ну, и все. У меня мама еще на содержании находится, инвалид. Вы понимаете, это сфера услуг. Там сегодня есть деньги, завтра их нет. Ну, и простите, вы ведь подписали брачный договор, правда? Никто же насильно вас не заставлял его подписать? Ну, я же не обязана сейчас все время содержать своего мужа. Почему, если такие условия брачного договора? Ну, хорошо, если что касается брачного договора, то там сказано, что он не должен купить квартиру. Ага, еще квартира есть. Простите, пожалуйста. Но никакой квартиры нет. А где? Если я разведусь, где мне жить? Простите, вы могли истребовать до момента расторжения брака, вы могли истребовать у вашего супруга исполнение условий договора? Тогда я подаю иск. О чем? Ну, то, что он не должен, квартиру. Вы заявляете встречные исковые требования? Да. О выполнении вашим супругам взятых на себя обязательств? Ей все мало. В тот момент, когда расторгается брак? Вы поймите, я не хочу, чтобы мой брак расторгался с этим человеком. Это я понимаю, что вы не хотите. Вы возражаете против расторжения брака. Брак расторгнется? Ну, вы поймите, мы четыре дня с ним. Я ничего не буду ему выплачивать. Я не буду 30 тысяч вот этих вот, которые в договоре указаны. Ну, у меня нет этих денег. У меня мама на содержание. Она инвалид. Вы понимаете это? Ваша честь? А любовники? Да какие любовники? Что вы такое говорите? Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования со возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, отказав в рассмотрении ответчику встречных исковых требований, заявленных в данном судебном заседании, суд брак между супругами расторгает и взыскивает в соответствии с условиями брачного договора сумму денежной компенсации, установленную в брачном договоре в размере 30 тысяч рублей ежемесячно. Суд не удовлетворяет ходатайство ответчика о рассмотрении заявленного ею встречных исковых требований, об обязании ее супруга в исполнении обязательств по брачному договору, которые были приняты им при подписании данного брачного договора, поскольку рассмотрение спора о расторжении брака и о взыскании компенсации не связано между собой с рассмотрением вопроса об исполнении условий по брачному договору. В данной ситуации ответчик не заявлял о встречных исковых требовании о признании недействительным брачного договора в части или целиком. Поэтому в данной ситуации, поскольку этих встречных исковых требований вами заявлено не было, то есть вы признаете наличие и существование брачного договора, поэтому требовать исполнения обязательств вы имеете право в самостоятельном исковом порядке. Относительно исполнения условий брачного договора, поскольку это было заявлено как самостоятельное исковое требование, вы обосновать свою позицию об отсутствии у вас необходимых материальных денежных средств в данном судебном заседании не смогли, поэтому суд выносит решение об обязании вас выплачивать указанную денежную компенсацию, поскольку сторона, принявшая на себя обязательства по договору, обязана исполнять это обязательство должным образом и в соответствии с условиями договора. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. Истец и ответчик, суд догласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Ну что ж, она много лет прожила с богатеньким человеком, а вот теперь пришло время ей платить. Вот так. Если бы я с Геннадием прожила бы подольше, то я бы еще требовала от него, чтобы он мне купил квартиру. А сейчас я вообще на бабах осталась.